еще выше чем отличается капитан от капитана корабля сейчас жене где-то я спрашивал вот значит система такая конденсат скапливался в этой части почему полукруглая чтобы сюда скатывалась нижнюю точку дальше по трубушке в эту капельницу дальше капельница могла вылиться и вешаем обратно пустую капельницу ждем следующей партии конденсата был дневальный специальный или каждый значит весь все судно расписано по заведованию но у каждого есть еще свои каюты каюта каждый сам ухаживал по трапам и всем остальным неслужным служебным помещением были специальные дневальные замазали краской дырку и мы сейчас на конденсируем не отцукли на палубу штука итак мы с вами находимся в штурманской рубке штурман состоит из двух частей первое слово штурм от голландского руль и ман это человек то есть человек который знает насколько повернуть руль чтобы ушло в судно заданным курсом в современных условиях это тот человек который подсказывает капитану каким наиболее коротким и самое главное безопасным путем дойти до конечной точки маршрута то есть капитан командовать штурманом идем порт диксон вот отвечает конечно есть капитан идет своему рабочему месту рабочее место штурмана оборудована во первых морской картой на слово морская добавлять чтобы не было ассоциации с контурными картами с другими физическими политическими и прочими морская карта имеет три цвета белая это большие глубины мореходная часть голубой голубой цвет это мелководье не мореходная часть ну и суша это желтый свет соответственно мы там тоже не ходим ну и штурман делать предварительную прокладку маршрута каким путем мы собираемся идти в конечный пункт назначения обходя все мели и по нормальным глубинам и начинаем движение штурман пользуется приборами ну во первых компасом это репитер или повторяющий прибор гирокомпаса сам гирокомпас находится двумя палубами ниже в специальном помещении называть гирокомпасная репитеров или повторяющих приборов может быть много ну вот кое-капитана мы один видимо это электрический прибор основанный на свойствах гироскопа сохранять вертикали в определенной плоскости внутри гирокомпаса их три гироскопа у него устройство гирокомпаса сейчас изучать само главное скажу что эти электрические приборы основаны ориентированной на северный полюс земли если электричества нет он не работал у нас есть запасной магнитный компас который ориентирован на магнитный полюс земли которые не совпадают с северным полюсом его показания менее точны но электричество изобрели 200 лет назад соответственно до этого тысячелетиями ходили по морям и пользовались гирокомпасом далее у нас есть прибор который называется лага лага прибор для измерения скорости и пройденного расстояния расстояние традиционно на море мы измеряем морских милях тоже слово морская добавлять потому что эти английская миле американская сухопутная сухопутная 1500 метров а морская миле 1852 метра разница есть но скорость измеряем в узлах выливать 1 морская миле в час некоторые спрашивают еще и понятие кабельтов что такое кабельтов кабельтов 1 десятая миле такие морские термины но знаю скорость время и пройденное расстояние мы можем по маршруту двигать определяет свое место по карте по карте и на карте но судно никогда не двигается по заданному маршруту потому что не влияет ветра и течение поэтому его сбивают всегда маршрута мы не знаем в какую сторону ветра будет значит дуть потому что если течение мы можем изучить там постоянное направление то ветра неизвестно поэтому штурм должен всегда определяться проверяться каким образом если у нас хорошая погода визуально то есть на компас ставим пеленгатор вот такой агрегат типа прицела и выбираем на земле на берегу определенную точку на какую точку известную например маяк гора какая-нибудь или еще что-нибудь то что написано в лодце это специальная книга которую которую описаны все глубины а также береговая черта например мы засекли точку на берегу и определяем угол пеленга что это такое это угол между плоскостью истинного меридиана плоскости проходящую через наблюдателя то есть через нас и наблюдаемый предмет на суше это еще называют азимут а на море это пеленг беря лучше всего три точки мы можем точно узнать свое место и это место мы переносим на карту при помощи вот этого трехрогового циркуля который называется про трактор и нанеся точку на карту мы видим что мы взялись маршрута с курса поэтому мы подправляем себя даем команду права руля и выходим на данный курс и так можно нужно определяться постоянно если плохая видимость мы определяем с помощью радио пеленгатора эти право крайний прибор если электричество отсутствует мы можем определяться при помощи приборов по звездам и по солнцу ну например у нас полгода полярная ночь полгода полярный день кто скажет почему арктика называется арктика в переводе с древнегреческого это медведь арктикос это не связано не с белым медведем ну соответственно не с буром это связано с созвездием большой гемона медведицы которые стоят над северным ледовитым океаном седьмая звезда созвездие большой медведицы называется полярная ее проекция на поверхность земли совпадает с северным полюсом соответственно можно определяться но когда у нас полярный день то соответственно мы знаем какое время какую часть небесной сферы будет занимать солнце ну соответственно можно по солнцу определяться далее здесь у нас есть доска которая имеет историческое значение к нашему рассказу ей не имеет отношения эта доска в простонародье называется лисица применялась она с 14 по 17 век в основном на парусном флоте почему потому что практически все были неграмотные в лучшем случае капитан знал устройство компаса и как по нему ходить и как им пользоваться это передавалось от отца к сыну но на русском севере были в основном поморские деревни там самый грамотный это был священник соответственно естественно все что он знал он свои пасты и передавал а знал он немного отчетная должна быть всегда на судьбу поэтому вот эта лисица заменяла вахтенный журнал эта доска состоит из двух частей нижняя часть это номера вахт 4 вахты отверстия порядка 4 ряда слева рядовой состав справа начальники дальше каждая палочка была имена и был на ней крестик там нолик и так далее у каждого свое . там две точки выковырили ножиком ну соответственно верхняя часть повторяла картушку компаса циферблат север юг запад восток и промежуточные румба вот эти лучики ну что мы видим на этой картушки на этой лисицы значит пятый матрос шестой матрос первой вахты шел четыре часа на норд на север следующие четыре часа тоже на норд еще четыре часа на норд 12 часов мы шли значит на север чисто дальше капитан правой рули отдал команду перенесли на нордовый пост соответственно еще четыре часа еще четыре часа восемь часов шли на нордовый пост и к концу рабочего дня соответственно это все переносилось на пергамент в дальнейшем на бумагу и все это подшивалось качестве отчетного документа и когда хозяин спрашивал почему много съели солонина где вы были так долго ну начнем вот листали ну да правильно все к примеру то есть это был отчетный документ далее мы с вами коснулись когда ехали бассейны прибора называемого эховод всегда все друг другу желают чего 7 футов подкидно это примерно два метра сейчас у нас 60 сантиметров 70 сантиметров подкидно поэтому у нас здесь опасно и звучит звуковой сигнал сразу капитан стоп машины полный назад левого руля правого руля чтобы не сесть на мед соответственно вот такой полезный прибор следующий прибор называется фоксимильный аппарат на карте он рисовал изобары области связанная с атмосферным давлением ну и соответственно тот кто умел читать штурмана и капитана умели читать эту карту эти изобары соответственно смогли составить прогноз погоды на завтра то есть сниматься нам с якоря идти дальше или продолжать оставаться на якорь чтобы переждать шторм и так далее далее здесь у нас присутствует телеграфный ключ которому тут здесь не место место ему радиорубки но радиорубка у нас действующие поэтому туда вход разрешен только капитану и радисту поэтому мы вынесли телеграфный ключ сюда чтобы рассказать что период Великой Отечественной войны и до нее пользовались азбукой Морзе вот она представлена здесь Морзе кто не знает это фамилия немецкого изобретателя данной азбуки который состоится на все из двух звуков короткого и длинного или продолжительного ясно да там кто умеет быстрее все получается но это буква а если все это знать то можно переговариваться также существует аббревиатуры какие у нас сначала придумали сигнал а потом уже аббревиатуру притянули как говорится за уши и так три коротких три длинных три коротких например кто-то быстрее делает можете потренироваться и следующее помещение выключать все мы с вами находимся в рулевой рубке все те сведения которые выработал штурман своей штурманской рубки а что он выработал всего-навсего три цифра каким курсом нам идти вот эти три цифры он набирает на деревянных вот этих вот фишках на которых нарисованы цифры и отдает в виде команды специальному вахтному рулевому который стоит на штурвале и рулевой ищет эти цифры на картушке компаса находит и подводит при помощи штурвала передавая естественно через гидравлику команду на руль который находится в корме судна и набегающим потоком наше судно разворачивает на эту цифру на этот курс соответственно подводя данную цифру под эту галочку мы идем заданным курсом и рулевой смотрит только сюда и куда по странам это очень утомительно поэтому на вахту наступает двое рулевых они меняются каждый час остальные несут вахту четыре часа причем все несут вахту стоя почему чтобы не уснуть сидеть в кресле может только капитан и то он в число вахтных не входит он может проверять только вахту далее у нас есть радар на еда 5 при помощи на даром которые работают все машины естественно электричество и дальность действия его 120 километров экран светится наше судно находится в центре экрана и светящаяся палочка обходит экран и все предметы которые встречаются на пути радара соответственно контура данных предметов в масштабе они высвечиваются на экране в основном нас интересуют те суда которые мы проводим за собой по ледовому каналу соответственно если какой-то судно имеет поломку она выходит из ордера и мы стоим какое-то время ждем пока судно устранит неисправность если судно не устранило неисправность мы его не бросаем берем на буксир соответственно и идем дальше затем всегда у нас есть урез берега на нашем экране караваны проводят вдоль береговой черты на 120 километров ни расстояния и мы смотрим на те предметы которые могут настроиться по курсу но самый вредный предмет это айзер никто не хочет судьбу титаника поэтому у нас есть еще и вертолет для ледовой разведки и заранее обходим а была прям полноценная вертолетная площадка или он приземлялся на воду его потом значит после модернизации вы увидите снизу продавал вертолетную площадку до военный период был разобранный самолет отдельный фюзеляж отдельные крылья в этом случае на ледовой полосе мы сделали взлетную полосу длиной 200 метров экипаж расчищал самолет собирали на этой полосе и он взлетал в ледовую разведку садился обратно и соответственно мы его разбирали и грузили реберки на полосе вот теперь когда у нас было 3 миссуру все мы привезли кредиты с этого моста 7 метров машины это крайняя машина это средняя машина при шлаторке левым бортом кстати любопытно знаешь как называлась это верхняя машина в этом случае у нас уменьшили радиоциркуляции с углом когда правым бортом синхронно есть пульт управления с правым видите то мы правым бортом естественно оттуда здесь с этого поста можно посмотреть в иллюминатор назад хотя это квадратные окна все окна хоть квадратные хоть круглые называются иллюминаторы все иллюминаторы снижены так же некими накаливаниями как в автомобиле заднее стекло чтобы не отмерзало а два иллюминатора у нас имеют вращающиеся круги 200 оборотов в минуту при помощи электромоторчика чтобы под действием центромежной силы капли дождя разлетались в разные стороны и можно смотреть вперед но вперед никто не смотрел почему потому что ну или редко будут так смотрели потому что кругом снежное поле может болеть снежной силпакой как называемой болезнью поэтому старались смотреть только на приборы смотрите какие внутренние средства связаны это у нас переговорное устройство рябина нажимаем в любое помещение и разговариваем соответственно если электричества нет эта система не работает у нас есть запасной телефонный аппарат такой же как придумал изобретатель телефона был правильно? когда? ровно 140 лет назад в 1876 году у нас этот год юбилейный 140 лет у нас телефону и 120 лет как Попов передал по радио первую радиограмму свою 1896 год как работает телефон? создаем электрический ток вращая динамку это контрольная лампочка здесь у нас угольный парашют мембрана и все работает самое интересное что даже на современных последних атомных и ледоколах атомных подводных лодках Борей и Ясень точно такие же аппараты все что простое оно вечное последнее средство связанное это у нас переговорные трубы мы видели одну из труб в ковике капитана отсюда можно связаться с капитаном с машиной и с дежурным посудом здесь же говорим, здесь же слушаем а сюда мы дуем и свисток раздается на той стороне естественно как средство вызова абонента сюда же тоже мы вставляем свисток и ленточку макирчатую потому что когда раздается свисток мы не знаем какой трубой говорить а ленточка выскакивает и соответственно мы знаем что с этой трубой надо говорить затем мы все это заправляем и получается у нас как первоначальный вариант все гениальное просто станция дистанционное закрытие клинкетных дверей дело в том что до того как Степан Осипович Макаров придумал науку о живучести судна все суда делились легкими переборками практически которые не оказывали сопротивления воде и при любое пробоине суда тонули а Степан Осипович Макаров придумал науку о живучести соответственно ее потом развили ну что такое живучесть судна это способность судна противостоять боевым аварийным повреждениям восстанавливая в возможной степени свою работоспособность а для военных кораблей боеспособность ну живучесть состоит из нескольких частей это взрыво пожаробезопасность борьба за живучесть технических средств это соединение кабелей там трубопроводов и так далее и самое главное надводная непотопляемость то есть способность судна оставаться на плаву не опрокидываясь при затоплении части отсеков данного судна поэтому Степан Осипович Макаров предусмотрел деление судна на отсеке специальными прочными переборками и вот с этой станцией можно управлять значит закрытием кринкетных задвижек и эти переборки равны по прочности корпусу судна внешне поэтому при затоплении в данном случае двух любых помещений наша судна может оставаться на плаву не опрокидываясь вверх дну как говорят вот такая станция пойдемте на плаву и на корпусы значит 32 мм в районе вытверления ведовой поезд так называемый еще 32 64 итак с этой плавой мы можем видеть спасательные средства нашего ледокола правило такое что спасательные средства должны помещаться на сухом потому что при аварии у вас хрен в какую сторону он будет поэтому шлюпки высокого борта мы никогда не спустим на уровень только шлюпки низкого борта поэтому сюда должны помещаться например с того борта то же самое спрашивают какая численность экипажа когда мы ходили на угле нужно было много людей с лопатой пачага которые кидали уголь выносили 121 человек когда перевели нас на мазут это 60-й год естественно мазут качали насосы поэтому 64 человека осталось сейчас у нас законсервированы механизмы у нас 19 членов экипажа и 15 серийных работ поддерживаем скорость 100-летний юбилей мазут значит какие средства разные средства разных лет это ялик на 18 человек вельгот на 54 человека и современные катера на 32 человека соответственно все помещаются катер непотопляемый внутри обогревается есть магнитный компас карта запас провизии пресной воды двигатель конец солярки можно выйти на чудоходные пути подать сигнал СОС или дойти до берега соответственно напротив нас Адмиралтейские верфи строят подводные лодки вот три недели назад спустили на воду подводную лодку Великий Новгород это 5-6 для Черноморского флота ну впереди вы видите мост Волговеченский мост бывший лейтенанта Шмидта юридически до моста это море а после моста река такой факт интересный ну когда построить западный скоростной диаметр может что-то поменяется поэтому мы подвергаемся проверке морским регистрам а не речным разные правила разные ответственности соответственно понятно течет течет если мы спустим на воду пустые шлюпки они будут качаться на волне и соответственно мы поломаем ноги и шеи будут размещаться поэтому все помещаются в верхние точки затем один остается электрический способ отпускает шлюпки или если не пришло отсюда затем сам по концу на канате спускается вниз и его там принимают и ничего не видно не подглядывай это гаечный ключ от двигателя видишь такой в руки на гаечку накидываешь вот на такую вот эту вот стекло и и и так после модернизации на кормовой части главной палубы которая называется ют была установлена парасиловая буксирная леготка и вот это черное сооружение называется криво плюс через который проходил буксирный конец особенностью буксировки ледоколами та что мы буксируем всегда следующее за нами судно вплотную впритык для этого у нас в корме делаем специальные вырезки и форштейн буксируемого судна лежит на корме буксировщика если мы дадим по условиям низкой температур хотя бы 10 метров глубины то если минус 40-60 градусов за несколько минут образуется ледяная пробка может быть обрыв буксированного конца и судно следующее за нами может быть раздавлено поэтому ледоколы всегда буксируют одно судно и всегда вплотную выдуваются за усы или на усах над нами расположена вертолетная площадка как я говорил сбыл вертолет Ю-4 для ледовой разведки но когда будет дополнительный экскурсер пока у нас судно нет спасибо за внимание пойдемте дальше лед экскурсер не выходим еще завезут тебя вон туда сбросят посередине буксируется судно на канатах или на цепи буксируется судно на канатах или на цепи буксируется буксируется на канатах цепь она может ломаться просто от времени осталось металл и так далее а просто остальные не применяются практически нет это на каботажном пути который близко от берега так экскурсия окончена после экскурсии всей нашей дружной компании мы отправились в один из ресторанов на невском чтобы поесть первый раз за день можно так сказать ну и самое главное естественно то что хотелось больше всего всем остальным это обсудить различные планы ну и наконец-то пообщаться в спокойной обстановке поэтому немножечко кулинарных кадров ну если честно сказать что на улице отвратительная погода это не сказать ничего потому что это просто полный даже не сооружу как камеру держать полный ад ну в общем первый день у нас на этом закончился поэтому теперь впереди у нас день номер два посмотрим завтра будем сидеть разговаривать непосредственно с разработчиками вот обещать что будет очень насыщенная программа поэтому посмотрим что у нас будет в результате есть не